Добрый день, дорогие друзья! Большое спасибо, что зашли на наш канал и смотрите наше видео. Сегодня в разделе книги о балете я хочу поговорить о книге, которая в общую концепцию нашего проекта не вписывается. Это детская книжка, которую написал Валерий Модестов и которая называется «Волшебный мир балета». Эта книга действительно ориентирована на детей младшего и среднего школьного возраста. Причем в самом начале эта книга обращается совсем уж к маленьким детям, которые скорее всего в школу не ходят. В этом я увидел большое преимущество данной книги, потому что я никогда раньше не видел книг, которые были бы посвящены балету и обращались к самым маленьким читателям. Есть, конечно, книга, которая называется «Жила одна девочка» и рассказывает о Галине Улановой. Но эта книга скорее рассказывает о конкретном ребенке и его конкретной дороге к балету. Валерий Модестов пытается открыть прекрасный волшебный мир балета для всех детей сразу. Книга эта интересна еще и тем, что она обращается скорее к мальчикам, а не к девочкам. Почему это важно, я думаю, всем хорошо понятно. Девочки влюбляются в балет с первого спектакля сами сразу на автомате. У мальчиков дорога в балет немножко другая. Хотя я не исключаю, что какие-то мальчики тоже мечтают быть балеринами. Я вынужден признаться, мне очень нравится балет «Спящая красавица» и «Золушка». Регулярно посещая эти балеты, даже вечером, я обнаруживаю огромное количество мамочек с дочками. Дочки в антракте прыгают, кружатся, пытаются быть балеринами. Поэтому это такая естественная склонность девочек к тому, чтобы одеть эту прекрасную длинную тюнику и в этой тюнике, значит, что-то такое изображать. Поэтому к девочкам обращаться, наверное, нужно меньше, чем к мальчикам, которые к танцам не склонны. Это вот одно из таких преимуществ книги, где и либрета первая, когда автор объясняет, что такое либрета в балете. И первые танцовщики – это все-таки мальчики-мужчины. Это некий большой плюс. Если говорить о продолжении книги, то продолжение книги немножко странное. Все-таки я бы эти материалы разложил на несколько книг, которые дети могли бы читать врастая. По большому счету книга Модестова, она ориентирована на детей от 3 до, наверное, 10 лет. И это все-таки немножко разные возрасты, немножко разные подходы. И ребенок, который рассматривал иллюстрации и слушал, как ему читают папа с мамой или дедушка с бабушкой эту книжку в 3-4 года, совсем не то же самое, что 10-летний ребенок, который уже может читать текст, написанный Модестовым самостоятельно. Все это собрано в одной книге и вызывает некоторые вопросы, как мне кажется. Если покритиковать Модестова еще, то можно сказать, что он в какой-то момент вдруг почувствовал себя балетным критиком и стал писать не столько для детей, сколько для их родителей. Например, его изыскания в области постановок Григоровича вызывают вопросы. Его суждения по поводу балетов Болончина тоже кажутся мне не только неуместными для детей, но и неуместными вообще. Но в целом я могу книгу эту рекомендовать абсолютно смело. Она красивая, богато иллюстрированная. Любой ребенок будет держать эту книгу с удовольствием. Поэтому, если вы встретите эту книжку, обязательно ее купите и обязательно покажите своим детям. Немаловажно, что Модестов рассказывает о балете не только теоретически, но и пытается приобщить детей к театральной практике и к посещению театра. Хотя делает это, как мне кажется, немножко странно. Например, совет перед балетным спектаклем «принарядиться» кажется мне не совсем уместным в плане слова «принарядиться». Далее он говорит, что на балет можно ходить в любой одежде, главное, чтобы это не был спортивный костюм. Тут я тоже не соглашусь. Все-таки каждый балетный спектакль – это праздник. И если в джинсах вы можете отправиться и в клубном пиджаке совершенно спокойно на любую театральную постановку, то балет предполагает все-таки более строгую одежду. Во всем остальном я могу Модестову только аплодировать и поддерживать его попытку приобщать детей к балету. Большое спасибо!